Дача садоводческого товарищества Керамик Плюс буквально за сутки оказались затоплены. Вода стоит не только на участках, но и в домах. При этом многие люди живут там круглый год. Землевладельцы винят во всем городской полигон для вывоза снега. Говорят, вода точно идет с него, ведь больше и взяться неоткуда. Наш корреспондент Данила Выжевский выяснил, так ли это. Василий Конев проснулся утром от журчания воды. Никакую трубу прорвать не могло, ведь водопровода в доме нет. Здесь глубина сантиметров 20 лет затопило. Вышел на участок, воды по колено. Обзвонил всех соседей. Ситуация аналогичная. Это мое крыльёшко не плыло. Вскопанные еще с осени грядки оказались разрушены буквально за день. Посадить что-то на таком огороде теперь вряд ли получится. Одна здесь корячилась, все. Посадила, грядки вот там все посадила под осень. Вот все. Коту под хвост. Затоплены оказались 14 аллей из 29. Вода зашла в 32 дома из 300. Еще вчера, по словам дачников, воды здесь не было. Но с повышением температуры повышается и уровень воды. За два часа на 5 сантиметров. Посовещавшись, землевладельцы приняли решение. Всех затопил городской полигон, на который всю зиму свозили снег. Он расположен примерно в километре от дач и находится на возвышенности. Основная проблема заключается в том, что с данного полигона не работает дренажная система. Вода сама промыла грунт на территорию нашего садоводства. И произошел обвал почвы. И вся вода, которая идет с полигона, хлынула к нам в садоводство. Дачники обратились в управление дорожного хозяйства и благоустройства города, в чьем виде не находится полигон. Чиновники прислали два трактора. Они соорудили небольшую дамбу. Но и она не помогла. Вода промыла настоящий карьер и стала прибывать еще быстрее. Восемь утра было сухо, землю было видно. А в районе двух часов вода начала прибывать со страшной силой. И вот эта вода вся пришла с двух до пяти часов дня. Что самое интересное, да? Ну где-то же когда-то какие-то концы должны быть. Каждый год носом тычем. Даже вот здесь вот носом тычешь, вода бежит им, показываешь они. Это не наше. Ну это как можно? Ну вы определитесь. А вот в департаменте утверждают, что их полигон никак не может топить участки. Ведь сделан он по всем правилам. Вокруг выстроено земляное ограждение высотой в метр. А также прорыто траншея, по которой талая вода с полигона уходит в омку. Само садоводческое товарищество находится в низине на территории бывшего карьера. А вблизи лежащие поля находятся значительно выше. Поэтому снег, который скапливается на полях, прилегающих к садоводческому товариществу, в период таяния, как раз попадает в низкое место и подвергает затоплению территории садоводческого товарищества. Согласно гражданскому кодексу, собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. Иными словами, решать проблему землевладельцам, вероятнее всего, придется самостоятельно. Данила Выжевский, Александр Рябуха и Алексей Попов. Новости здесь. Омск. Данила Выжевский, Александр Рябуха и Алексей Попов. Новости здесь.